МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержать бойцов в зоне СВО решили и в модном доме Туба. Что именно здесь шьют для военнослужащих, узнавали наши корреспонденты. В мечети Махачкалы у прихожанина украли более 500 тысяч рублей, которые он собрал на операцию для отца. Как сообщает МВД по Дагестану, с заявлением о краже в полицию обратился 45-летний житель Волгоградской области. Он рассказал, что обнаружил пропажу конверта с деньгами из кармана куртки. Полицейские установили подозреваемого в воровстве. Им оказался 21-летний житель Кизелюртовского района. Молодой человек в содеянном сознался. Против него возбудили уголовное дело по статье кража. Стражи порядка вернули владельцу его деньги за исключением 40 тысяч рублей. Эту сумму подозреваемый успел потратить за короткое время. К другим темам. В Дагестане продолжают подключать дома к газовым сетям в рамках догодификации. Услугой уже воспользовались более тысячи заявителей. Среди них и многодетная семья из поселка Новый Хушет. С подключением голубого топлива в доме Мамаевых стало теплее и уютнее. Кроме того, супругам больше не придется ежемесячно платить за отапливание дома электрическими приборами. Наш корреспондент Салия Магомедова продолжит тему. У Назира и руки от Мамеевых настоящий праздник. Вот так, за чашкой чая с гостями, они радуются приходу газа в свой дом. Здесь супруги вместе с тремя детьми проживают уже пять лет. Все эти годы семья отапливала жилое помещение электрическими приборами. За это им приходилось платить немалую сумму – более 12 тысяч рублей в месяц. С проведением голубого топлива о таких расходах можно больше не думать. Я узнал о программе социальной, что можно до газификации сделать. Где-то полгода назад подал, там в рамках уложенных сроков и как бы оперативно все провели. До дома мне провели за счет этой программы социальной, а уже за свой счет я провел внутри. И как льготник могу вернуть около до 100 тысяч через социальную программу. Эту субсидию Мамеевым предоставят в соответствии с постановлением правительства Дагестана. Единовременная денежная выплата, в частности, покроет расходы на приобретение и монтаж внутри домового газового оборудования, а также проведение трубопровода внутри земельного участка. После установки в доме Мамеевых котла, счетчика и варочной панели сотрудники компании проверили все оборудование. Дагазификация стартовала в 2021 году, а позже по решению президента России стала бессрочной. Она позволяет гражданам бесплатно подвезти сети до своих домов в газифицированных населенных пунктах. Для упрощения этой процедуры в нашей республике приняты дополнительные меры. Одновременно мы упростили процедуру оформления документов на жилые НОМА, на земельные участки. В течение трех суток полностью идет сейчас оформление этих документов, чтобы ускорить вопросы догазификации. На сегодняшний день от дагестанцев принято более 8 тысяч заявок на догазификацию. С появлением этой программы объем работы газовиков стал значительно больше. Поэтому компания со временем планирует увеличить штат сотрудников и количество спецтехники. Газораспределительная организация создала порядка 30 бригад из 80 человек. Ну и переход на природный энергоресурс позволяет значительно сократить расходы на теплоснабжение. Он дает возможность населению комфортного, стабильного теплоснабжения именно в отапливаемых помещениях. Жители республики, проживающие в тех населенных пунктах, куда еще не пришел сетевой газ, но в соответствии с нашими планами эти населенные пункты будут газифицированы, также могут принять участие в этом масштабном социальном проекте и воспользоваться своим правом на догазификацию. К слову, подать заявку на участие в социальной программе можно несколькими способами. Дистанционно через портал единого оператора газификации или госуслуги. Также жители республики могут обратиться в офисы газовых служб и в МФЦ. Салия Магомедова, Тамара Самедова, Шамиль Хириас Сулаев, Дауд Гассанов, новости ННТ, Махачкала. К демографическому росту в стране быть. Госдуму внесли законопроект об увеличении материнского капитала до 1 миллиона рублей за второго ребенка. Документ разработали депутаты от фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия за правду». Парламентарии предлагают повысить размер маткапитала до 756 тысяч рублей за первенца и в случае рождения второго ребенка повысить его до 1 миллиона. Такую же сумму смогут выдавать на третьего ребенка, если родители ранее не оформляли данную меру поддержки. Закон может вступить в силу с 1 февраля 2025 года. Напомним, что во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до 2030 года. Книгу Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди «Благонравие праведников» презентовали на лезгинском языке. Торжественное мероприятие состоялось в Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история». В ней приняли участие представители власти, научные интеллигенции, общественники и активисты лезгинского народа. Подробнее в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Книга, которая помогает стать счастливым. Трудмуфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди «Благонравие праведников» перевели с арабского оригинала вот уже более чем на 10 языков. Сегодня общественности презентовали книгу на лезгинском. Я директор школы, мы занимаемся воспитанием, обучением детей. Я считаю, что вот эту книгу надо активно использовать в школах. Вы знаете, в школах вот для воспитательных целей, на уроках истории Дагестана, культуры и традиции народа Дагестана, на родных языках, на этих предметах дагестанского цикла, на воспитательных мероприятиях. Я так думаю, что это должна быть настольная книга наших учителей, наших педагогов. Я, например, так считаю. Сегодня особенный день жизни лезгинского народа, поскольку сегодня происходит такое значимое событие, когда мы увидели воочию книгу «Благонравие человека» на лезгинском языке, «Благонравие праведников». И это очень важно. Почему? Потому что наша религия, она самая гуманная, самая правильная, самая добрая. И если мы в детях будем с детства воспитывать их духовно-нравственные ценности, их отношения к жизни, к взрослому, им будем прививать правильные нормы поведения, то в обществе будет у нас больше барраката, больше понимания, больше любви, больше созидания. А нам это очень нужно, потому что мы сегодня строим свой завтрашний день. Это событие касается не только духовно-нравственного развития. Это для нас важно с точки зрения развития языка, лезгинского языка. Сегодня мы говорим о том, что наши дети, ввиду влияния массовой культуры, не говорят практически на родном языке. Мы бьем тревогу, мы хотим, чтобы наши дети говорили на своих родных языках. И я считаю, что то, что сегодня это важная книга, это поучительная книга, которая развивает не только духовность, что она переведена на лезгинский язык, я считаю для себя очень важным событием. Я считаю, что вот такого рода книги, они должны быть переведены на все языки народа Дагестана. Я оказалась в числе вот этих вот благонравных людей, которых позвали на такое великолепное мероприятие, я счастлива. Тем более, что автором книги является наш господи Мишей Ахмат Афанди. И уверена, что вот с таким муфтием во главе республики Дагестан мы идем в правильном направлении. Принять участие в презентации, приобщиться к духовности приехали министры республики, главы районов Южного Дагестана, депутаты, общественники, представители научной интеллигенции. Они поблагодарили муфтия республики и весь коллектив издания за прекрасный творческий труд. В моем представлении в этой книге очень просто и доступно изложены основные постулаты, религиозные постулаты, постов мусульманина, в общем-то. И она ориентирует нас, и взрослых, и подрастающих поколений, на необхождение соблюдения тех духовно-нравственных ценностей, в общем-то, которые в совокупности формируют, наверное, нрав молодого человека, который будет достойным гражданином своей страны, защитником, в общем-то, своей страны, и от которого окружающие могут получить только благо. Книгу написал кто? Это признанный всеми, не только в Дагестане, далеко за его пределами, муфтия нашей республики, наш уважаемый шейх Ахмад Афандиев. Человек, который перенес в эту книгу так, как он ведет себя в жизни. Самое главное – это нрав, благой нрав человек. Если мы хотим жить мирно, если мы хотим развиваться дальше, если мы хотим все блага цивилизации брать, нам нужно развитие. А развитие без мира и согласия, без благого нрава, то, что в основе стоит этого, невозможно. То, что на лезгинском языке, это, конечно, очень даже нужная книга, потому что вот все даже дети, которые пока не владеют русским языком, они будут понимать, о чем речь и как правильно себя, как говорится, поставить на путь. И родителям сельской местности, соответственно, это большая помощь на своем родном языке. И читая, листая эту книгу, я пришел к такому выводу, она будет в самой достойной месте, она будет книга в моей библиотеке. Я буду рекомендовать молодежи почитать эту книгу. Эта книга много чего дает наше время. Здесь не только религиозные постулаты, религиозные вот такие нравственные ценности. Здесь дает патриотическое воспитание, здесь нравственное воспитание. В книге «Благонравие» праведников 38 глав. В ней на доступном языке и понятными примерами автор желает пробудить в сердцах читателей хороший нрав, улучшить поведение мусульман и очистить их нафс-эго. Видя пользу от того, которую люди получают от этой книги, видя то, как люди исправляются непосредственно от них самих. Мы как раз и для презентации записывали много роликов с отзывами людей, которые на самом деле получили огромную пользу от этой книги. Вот для этого мы и решили перевести на родной язык с целью сохранения языка и для помощи как раз тем людям, которым русским языком чуть-чуть сложно читать на русском. В завершении презентации редакционной коллегии данного издания вручили благодарственные письма. А главному переводчику на лизгинский язык Хасану Амаханову подарили путевку на Малахадж Умра. Хамза Нурмагамидов, Салим Алискеров, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Поддержать бойцов в зоне СВО решили на производстве туба. Модный дом под таким названием только начал свою работу и первым делом отшил комплекты одежды для российских военнослужащих. На месте побывала Айша Тухаева. Название туба выбрано не случайно. Туба – дерево в раю, плоды которого вкусят мусульмане, творившие при жизни добрые дела. В планах у учредителей, помимо производства модной одежды, поддержка благотворительности. Модный дом Туба только начинает свою работу. И мы решили начать именно с таких благих дел. В эти священные месяцы захотелось сделать что-то доброе, полезное. Мы решили поддержать наших ребят, которые, рискуя своей жизнью, защищают родину. Отшили 300 комплектов одежды для них. Обратились к помощнику главы Магомеду Гаджимагомедову, который согласился помочь нам отвезти эту форму на СВО и осуществить нашу идею. Помощник главы региона Магомед Гаджимагомедов уже не в первый раз довозит гуманитарные грузы до наших бойцов в зоне СВО. Руководитель производства Туба обратился ко мне, предоставил форму нашим бойцам, как подарок им. Конечно, нашим бойцам все хватает, все есть. Но все равно они показывают, наши женщины, наши мужчины, которые находятся в данный момент дома тут, они показывают вот таким образом поддержку, что они не одни там находятся. Что мы вместе, кто, чем можем, поддерживаем. Вот сейчас ко мне, конечно, в Дагестане многие обращают, просят предоставить форму и много что. Я сейчас вот у всех соберу, скоро на днях я выезжаю, предоставлю нашим бойцам, прямо перед передовикам поеду. Конечно, нашим бойцам это приятно. Если возникнет необходимость, в модном доме Туба планируют отшить еще комплекты одежды для бойцов. Благо, теперь у них есть опыт такого производства. Как только руководитель Амина Ахматилова нам озвучила о своем намерении, мы сразу же связались с производством, которое занимается пошивом военной одежды. Запросили у них лекала, запросили один образец, затем мы поехали, закупили ткани. Мы дали предпочтение стопроцентному хлопку, покажу вам наглядно, как выглядит качественный хлопок. Привезли ткани и уже занялись пошивом. За пять дней мы отшили 300 комплектов вот такой военной одежды. Айша Тухаева, Шамиль Хирисулаев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Самбист Мухтар Гамзаев в пятый раз выиграл чемпионат России. Главные внутренние соревнования этого сезона проходили в Брянске. Воспитанник Махачкалинской спортшколы «Спартак» стал лучшим в категории до 58 килограмм. На пути к золоту подопечный заслуженного тренера страны Зайнулава Гасанханова одержал четыре победы. Также в активе самбистов сборной Дагестана одна серебряная и две бронзовые медали. Их обладателями стали Саид Саидов, Гасан Хархачаев и Мурат Джигарая. Еще одну награду высшие пробы в весе до 88 килограмм завоевала Бусупьян Алиханов. В Брянске он представлял Нижегородскую область. Субтитры создавал DimaTorzok